Петербургский волейбол Сразу же со стартового слезка главного судьи Зенит взял игру под свой контроль. Несколько удачных блоков и плюс 7 для петербургцев. Такое преимущество они уже не могли позволить себе растерять. Но во второй партии ситуация изменилась. Это все-таки европейская команда и, скажем так, они играют немножко в другой волейбол, не то что у нас в Суперлиге. Они играют в быстрый волейбол и очень много делают скидок, обманов, накатов. И вот во второй партии они нас немного на этом подловили. Начали больше скидывать, не бить сильно, атаковать, а больше скидывать, накатывать, обкатывать блок, скажем так. Мы немножко были к этому не готовы. Полфинал Еврокубок и полностью другой волейбол, чем мы привыкли играть в чемпионате России. Мы это очень хорошо знали, что надо было терпеть, терпеть, терпеть. Мы готовились к нелегкой игре и мозаик показал, мне кажется, один из лучших волейбольных уровней, что ли. Им надо дать должное, они молодцы. Мы боролись. Очень плохая работа у нас была на блоке. Любой мяч, который они пытались ударить, все у них получалось и все забивалось, можно сказать. Вместо травмированного в игре против фальпела Виктора Полетаева на площадку в стартовом составе вышел Иван Бадрибинькин. Я раз думал, что Виктор Полетаев сегодня, потому что мы знали, что он не будет, и Иван Бадрибинькин, я думал, что очень хорошо его. Своя работа следует. Так как я не выходил в стартовом составе, было начинать тяжеловато поначалу. Но потом, после первой партии, вошел в игру, почувствовал уверенность. Начало больше получаться. Поверил в свои силы. И хорошо, что мы выиграли. Про болельщиков в этот Еврокубковый вечер также не забыли. Они могли, пусть и ненадолго, но почувствовать себя волейболистами. Меры безопасности, конечно, соблюдаются замечательно. У всех работников перчатки. Маски обязательно же. Потом дисфекцирующие средства, которые обязательно потирают руки перед каждым прыжком. Ну и на каждом тренажере свои меры, все в стиле. А все в порядке. Ну что же, вот мы на тренажере по измерению высоты прыжка. Томас Самилов буквально недавно на одной из тренировок прыгнул на 3 метра 22 сантиметра. И кто из посетителей, кто из болельщиков прыгнет сегодня выше, тот получит бесплатные билеты на ближайшие матчи с участием «Зенита». В третьем и четвертом сетах «Зенит», понемногу привыкавший к другой европейской манере игры, довел матч до уверенной победы. Помогла и поддержка самых близких. Ну я Настю уже давно зову. Говорю, Настя, давай пошли. Вы сегодня тоже говорите, давай, давай, пойдем. В общем, так собрались спонтанно. Болеем за наших пап, за команду. Главное выиграть. Весело, прикольно. Я боялась, что ей будет шумно, но шум наоборот способствует. Ей интересно болеть за папу, за «Зенит». Так что впечатление супер. Как ты воспринимаешь, Лисян? Ну, единственное, что игры поздно, вот это тяжело, что мы до конца, скорее всего, не досмотрим и уйдем. Но вот так вот по чуть-чуть приобщать, болеть за команду, это здорово. На самом деле это, конечно, волнительно первый раз, потому что у меня ребенка всего полгодика, буквально вот сейчас на днях будет. И, конечно, приход их сюда для меня был, ну, очень важен. Первый раз все-таки они пришли. Естественно, я чувствовал дополнительную ответственность, то, что, находясь на площадке, что у меня в зале моя семья находится. Поэтому, да, конечно, это очень хорошо, что они пришли. Я думаю, им все понравилось. Но они не до конца были, да? Нет, нет, конечно, у мелкой режим, поэтому она, к сожалению, не может так поздно еще находиться. У нее, ей надо уже спать. 3-1, именно с таким уверенным счетом «Зенит» разбирается с «Гриньярдом» в первом матче и готовится к ответной встрече в Бельгии. Первое, я думаю, что я не поверил, что мы не взяли еще один сет, или, может, вы победили. Но я думаю, что для нас, чтобы играть в «Авэй-гейм», и быть так близким, и против хорошего команда, как «Зенит», я думаю, что мы сделали довольно хорошую работу. Но если вы близко, то вы хотите победить. Там будет очень нелегко, и вот эти мячи, которые непонятные в поле в аут, естественно, будут отдавать им. Поэтому там надо бить в центр площадки. Поэтому мы обязательно поедем туда по-максимальному отдавать себя. Перед ответным матчем полуфинала розыгрыша Кубка ЕКБ «Зениту» предстоит принять на домашней площадке 27 февраля «Красноярский Енисей». Приглашаю болельщиков 27-го на матч «Зенит-Енисей». Приходите все болеть за нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова